В нашем случае. Всех приветствую, друзья, на традиционном вебинаре по средам. Он назывался изначально технико-экономический, потом перерос в новостной. Плюс наш взгляд, наш обзор с Сергеем Анатольевичем на все в мире происходящее в Skyway и за пределами Skyway. Потому что, естественно, невозможно не замечать те тренды, те актуальные события, те актуальные технологии, которые сейчас появляются. Есть также у нас сжатая версия этого вебинара в виде тезисного листка. То есть это боевой листок, так называемый. Очень рекомендую знакомиться, читать для тех, у кого не хватает по какой-то причине терпения, либо желания, либо времени. Потому что, естественно, самое ценное сейчас у нас в жизни это время посмотреть вебинар. То познакомьтесь с этим листком тезисов, потому что там действительно сжатая информация, которую Леонид, наш активный литератор в плане составления тезисов, все делает вовремя. И, соответственно, всю информацию можете проследить, не упустить того и передать своей структуре, своим партнерам, а также новым потенциальным лидерам и просто потенциальным инвесторам, которые захотят присоединиться к нашему глобальнейшему, замечательнейшему проекту Skyway. А мы начинаем вебинар, друзья. В первую очередь я хотел бы подметить то, что совсем считанные дни, я уже по пальцам руки начинаю считать дни. Ну, собственно, осталось действительно очень немного времени. До инотранса в Берлине на выставочном комплексе, крупнейшем Мессе Берлин пройдет выставка инотранса. Кстати, позаботьтесь, обязательно купите билеты, потому что я думаю, что на входе традиционно они будут дороже. Что я себе говорю, обязательно куплю билет после вебинара, потому что тоже еще до сих пор не купил. Не откладывайте на потом, потому что это грандиозное событие, друзья, и на нем будет представлен ЮниЛед. Я этого с нетерпением ожидаю, и я ожидаю именно компактный ЮниЛед, который, собственно, у нас считается семейным автомобилем. Если сейчас, так скажем, кто-то летает, то себе может это позволить. Это очень небольшая категория людей на суперджетах, на своих приватных личных самолетах. Ну, если мы говорим про среднемагистральную авиацию, то, соответственно, это 500-800 км в час. Если мы говорим про более серьезные скорости, то, естественно, сверхзвуковые скорости себе мало кто может позволить. И мы тоже на этом остановимся, потому что был такой вопрос, друзья, по поводу потребления топлива и по поводу экономичности ЮниЛеда. Я могу сказать, я с нетерпением ожидаю того момента, когда я просто, естественно, заселфлюсь, естественно, сфотографируюсь с этим суперскоростным. Это уже не тот юркий юнибайк и юнивинт, не тот уже серьезный и по пассажиропотоку возможному и по применению, соответственно, Юникар и Юнибус. Это уже ЮниЛед. То есть это серьезные скорости. И, друзья, вот это направление, я думаю, станет гвоздем программы на выставке Inotrans 2018 в Берлине. И традиционно у нас после выставки пройдет конференция Skyway Capital, на которой я обязательно всем также рекомендую спланировать свое времяпровождение в Берлине, чтобы остаться на этот день. Потому что там, естественно, будет рассказана информация, самая актуальная с выставки, потому что все члены правления, я, Сергей Анатольевич, то есть мы примерно с 17-го, наверное, будем в Берлине. И, соответственно, за стендом один, друг за другом, всегда будет кто-то из нас за стендом. И мы сможем ответить на все ваши вопросы, пообщаться, приводить серьезных, крупных инвесторов в том числе. Я думаю, что ряд контрактов будет, естественно, подписан. Картинки, да, будут. Картинки будут куда же на нашем вебинаре без картинок. И, соответственно, это огромная возможность для того, чтобы совершить те сделки, которые у вас тянутся. И я не исключаю того, что крупные инвестиции могут прийти именно на самом инотрансе и после инотранса. Ну и мы, собственно, не забываем про то, что у нас серьезные стратегические партнеры, как это продекларировал Анатолий Эдуардович Юницкий на Экофесте. Уже никто не скрывает, что, собственно, у нас арабские партнеры и серьезные титаны мирового бизнеса. И, друзья, в этом плане я, естественно, рад, что у нас есть такие партнеры, когда мы вступаем на порог конкуренции уже серьезными корпорациями. Серьезнейшими корпорациями, такими как ТЖВ, такими как Симмонс, показывая уже высокоскоростное направление. То есть уже не будет таких вопросов, как на прошлом и на трансе, друзья. Когда вице-президент Симмонс спрашивал, а сможем ли мы продемонстрировать пролеты больше 200 метров над землей. Собственно, мы продемонстрировали и продемонстрируем еще больше уже продемонстрированный струнный мост. Это мост Золотые Ворота нашего Экотехнопарка. И, соответственно, я его так называю, потому что мне действительно это напомнило такое вот сооружение. Это достопримечательность нашего Экотехнопарка, друзья. И идеально вписывается в архитектуру, в архитектурный ансамбль. Потому что я абсолютно уверен, что Анатолий Эдуардович и все инженеры продумывали все до мельчайших подробностей. Чего не скажешь о современных городах, где не продумана, допустим, загрузка на современный поток автомобилей. И взять ту же Самару, российский городок, друзья, я помню, те узкие дороги в Самаре, это просто нечто. И когда будет становиться еще больше автомобилей, я думаю, что будет достаточно неприятно перемещаться из точки А до точки Б, потому что будет затрачиваться огромное количество времени. И, друзья, я хотел бы также на этом вебинаре обязательно рассказать вам о текущих новостях, потому что общаемся с всеми лидерами, общаемся между собой, естественно, каждый день, каждый час с членами правления, поддерживаем связь. Я сейчас нахожусь в своем родном городе Челябинске. По одной причине, то, что у меня заканчивается уже паспорт и заканчивается виза, так совпало, загранпаспорт, точнее, заканчиваются страницы, я бы сказал, в загранпаспорте. Загранпаспорт еще долго бы не закончился по сроку. Это вот тот, действительно, распорядок полетов. Мы, действительно, как бы много перемещались и будем перемещаться еще больше по земному шарику нашему, потому что развивать проект нужно во всех странах. И, собственно, вот недавно сегодня я буду рассказывать об истории проекта Сан-Бернандино, потому что каждый должен понимать, откуда появился этот проект, что это не с бухты-барахты произошло, то, что это определенная история уже и определенная, так скажем, уже сквозь тернии мы идем до звезд, пока не дошли. Звезды я буду называть, когда вот у нас пройдет, дай бог, размещение и, собственно, мы привлечем определенную сумму инвестиций. У нас будет реально работающий блокчейн-механизм, либо мы не будем использовать вдруг блокчейн-механизм. Может и так случиться, и будем привлекать именно через традиционный финансовый механизм. Благо, у нас есть инструмент Royal Capital Fund. Поставьте плюсики, кстати, кто знает о вот этом замечательном, крутейшем, я бы сказал, инструменте Royal Capital Fund. Потому что многие, я думаю, что не в курсе о таком механизме, когда у нас партнеры некоторые просят не такую вот витиеватую юридическую схему, потому что юридическая схема действительно у нас достаточно непростая, так скажем. И, собственно, Royal Capital Fund позволяет от 10 тысяч евро инвестировать, ну, фактически, наверное, любым странам, за исключением совсем некоторых. То есть Индия может уже работать в полной мере, друзья. И, соответственно, я могу сказать, что эта огромная проработка увенчалась, наконец-то, успехом и заслуга всех нас с вами. И, в первую очередь, финансовое дело, лично Евгения Кудряшова, который доделал этот механизм и, собственно, им можно пользоваться. Но на этом остановимся чуть-чуть попозже. И, друзья, собственно, для того, чтобы уже у наших инициаторов адресного проекта San Bernardino была полная уверенность, что сейчас мы двигаемся уже не вдвоем, не втроем, не с четвером, а как члены правления, как именно сотрудничество с головной компанией Skyway Technologies Companies и лично Анатоли Эдуардовичем Юницким по проекту San Bernardino. Была встреча Владимира Маслова и Франтишка Соллера с нашими партнерами, инициаторами именно вот самого адресного проекта в направлении Швейцарии San Bernardino. Это Дэниел, это, соответственно, Золтан. И это доказывает то, что мы сейчас готовы активно работать в этом плане. Но Швейцарию оставим уже, потому что там действительно такая большая история. Там я буду показывать картинки, слайды. На чуть попозже я хотел бы рассказать оперативные новости, о которых никто не знает. То есть, естественно, все хотят новости, о которых никто не знает. И, друзья, я тоже не исключение. Григорий Михайлович Мирошниченко вернулся сейчас с поездки с Крыма. Там работает очень серьезная делегация профессиональных инвесторов и профессиональных переговорщиков. Андрей Коробко, чего стоит замечательный, действительно высочайшего уровня лидер. И, собственно, вы знаете, что на высшем уровне уже сейчас ведется проработка ряда адресных проектов на территории Крыма. С подачи лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что принимает участие так или иначе на переговорах. Это дорогого стоит, потому что сейчас, друзья, стратегия сосредоточилась именно на арабское направление. И дали нам возможность, как Skyway Capital, иницировать именно движение по Сан-Бернандино. И почему, я расскажу, потому что есть на это причины. Это было выбрано не просто так. Кстати, Сан-Марина тоже, когда была встреча Владимира Маслова и Франтишек Солара с нашими партнерами по адресному проекту, они уже в который раз сказали, что есть выходы на Сан-Марина. Соответственно, вы помните, что мы общались с крупным инфраструктурным деятелем в пригороде Милана. Это, соответственно, отель. И мы приезжали на день, потратили весь день на переговоры и с Шандером, и с Дэниелом, и с еще одним очень интересным человеком, королем Лития, я бы назвал. Сейчас я не буду называть его имя, естественно, потому что это действительно серьезного уровня человек. И он нам рассказал о ряде месторождений в Аргентине, в Чили. Но, друзья, нам нужно сделать вначале один небольшой проект, потом откроется действительно настоящий Грааль для нас всех, и мы сможем масштабировать это направление. На очереди также стоит в Эстонии, Таллинн, на очереди стоит Бургас, Болгария. Много чего стоит на очереди. Это именно направление краудинвестинга с блокчейн-механизмом, либо без блокчейн-механизма. Это покажет время. Естественно, мне хотелось бы, чтобы с блокчейн-механизмом это все... Потому что сейчас вот такая пружинка будущего хайпа биткоина. Она сжимается снова, пампы-дампы. То есть попускался до 5900, сейчас 7400 не пробил. И, собственно, сейчас вот в позиции боковика находится. Но, друзья, на мой взгляд, пробьет. И вот как раз нам нужно не упускать возможность, когда вот снова вот этот вот момент и период, он достаточно по протяженности относительно краткосрочно. На мой взгляд, это будет где-то полгода, потом снова обвалят биток. И в этот период нам нужно успеть, то есть это максимум до лета следующего года, наблюдать за тенденциями. Естественно, не стоит запускать размещение в нестабильную рыночную конъюнктуру, когда криптовалютный рынок находится в падении. Это глупо. То есть это уже от неизбежности запускать, когда уж все готово, маркетинговая программа и вся реклама уже была проплачена, и вот уже отступать некуда. Но, естественно, мы за этим будем наблюдать. И, естественно, нужно использовать этот период, друзья. И мы его используем. Об этом говорил и Панатолий Эдуардович, что в октябре нас что-то ожидает по блокчейн направлению именно платформы для рынка Skyway. То есть что это будет, я не знаю. То есть это закрытая разработка. Будет ли размещение или не будет размещения, я тоже абсолютно не имею понятия, потому что информации этой нет. Правильно, что информация закрыта или нет, это покажет время. В любом случае покажут результаты. Только эффективность направления, потому что мы два месяца назад примерно, мы, я говорю, за Сергея Анатольевича, за себя, за команду, в которой фактически где-то 10 человек штатных работало. Мы приостановили по блокчейн направлению всю работу. Погромная наработка была создана, но сейчас это, собственно, приостановлено. И сейчас этим занимается, потому что много вопросов действительно мне задают, головная компания и арабские партнеры, именно блокчейн комплексным направлением для Skyway. Это не то, что значит «получилось», «не получилось». Тот, кто разбирается в коде, тот, кто разбирается в блокчейне, я думаю, что он оценил бы, что было сделано. Но, друзья, произошло, как произошло. И я думаю, что все делается, как всегда, в нашем проекте к лучшему. И всегда у нас на Экофесте, при приезде на Экотехнопарк, серьезных делегаций, светит солнце. И на крипторынке для Skyway тоже, естественно, подназначно будет светить солнце. Так или иначе, друзья, решение будет создано. Потому что, на мой взгляд, сугубо именно криптоэнтузиаста, технология Skyway идеально ложится под блокчейн экономику. Просто идеальнейшим образом. Я не вижу другого рынка, который более идеально сейчас и ложился. И, может быть, многие рынки подходят. Но настолько синергичное развитие, что момент запуска и адресных проектов, и платформы, блокчейн-платформы для Skyway одновременные. В этот момент, когда вот такая вот рыночная ситуация по криптовалютам, друзья, ну, это, собственно, бывает раз в сто лет, как и бывает наш проект. И ожидаем, пока октября настал сентябрь, друзья. Сейчас многие спрашивают по поводу ситуации в Арабских Эмиратах, строительство. Все будет оглашать, все будет анонсировать, все будет освещать, либо не освещать, если это будет выбрано в закрытом режиме. Я имею в виду строительство в Арабских Эмиратах. Уже головная кампания. Но сентябрь настал, ожидаем новостей. Я больше, чем уверен. И надеюсь, что новости по строительству мы услышим очень скоро. Сейчас, если не ошибаюсь, Анатолий Эдуардович как раз либо скоро выйдет, либо уже выехал на территорию арабских стран. И, собственно, там уже проводятся не конкретные переговоры. Все переговоры были проведены. Земля на стоимостью больше, чем 750 миллиардов, миллионов долларов, кстати, наверное, оговорка по Фрейду, на будущее. 750 миллионов долларов, естественно, она уже выделена. Нам эту сумму платить не надо. Блокчейн, механизм мирового масштаба вероятно создается на территории ЗАО «Струнные технологии» в недрах экспериментального блокчейн-отдела. И, собственно, весь этот процесс мы увидим. Я думаю, что здесь стратегия выстроена абсолютно достойно. И мы увидим достойный результат. Об этом обо всем будет говорить, естественно, Анатолий Эдуардович в своих выступлениях. Я думаю, что какие-то новости появятся после возвращения с Арабских Эмиратов. Либо так или иначе мы эти новости узнаем и донесем. Ну, соответственно, что произошло в Крыме, друзья? Произошла очень серьезная встреча. Планировалась встреча, ну, наверное, с высшим чиновничьим аппаратом Крыма. Я не буду пугать такими словами, как именно с президентом Крыма. Но встреча эта не получилась по ряду причин, потому что, наверное, не готова еще, вселенная не готова принять эту встречу. И, чтобы Анатолий Эдуардович пообщался с президентом Крыма, президент Крыма был вынужден срочно улететь. Но с очень серьезными генералами и представителями чиновников и транспортным департаментом, министерством транспорта произошла встреча. Вплоть до того, что, друзья, чем вам это напоминает, кстати, вот, я думаю, что вы помните ситуацию, что уже проект был сформирован в Арабских Эмиратах, едет небоскребы, определенная инфраструктура на территории сейчас вот уже будущего экотехнопарка в Арабских Эмиратах. Все было сформировано и, собственно, шейх сказал, что нужно переделать, он уже здесь будет Skyway. И, собственно, на территории Севастополя переговоры прошли таким образом, что в Севастополе вообще очень сложно что-то построить, нужны очень серьезные договоренности, друзья. И это действительно такие вот шаги либо по знакомству, либо, ну, собственно, на высшем уровне должен быть по своим занятиям, по роду деятельности человек, который инициирует проект, но само министерство транспорта сказал, что действительно задачи нужно решать, несмотря на то, что там стратегически важные объекты, нужно все-таки думать и над Skyway. то есть я не цитирую, естественно, я передаю информацию примерно, как я услышал, но что-то мне подсказывает не в этом году, потому что, естественно, на согласование уйдет огромное количество времени, но Андрей Федорович Ховратов не даст мне соврать, то есть у него там очень серьезный актив, то есть дом показывал нам всем по YouTube, и вообще в Крыму огромную ценность имеет недвижимость. Кстати, поставьте плюсик либо минус, кто со мной согласен, то есть кто-то сейчас смотрит Кипр, Испания и так далее, но Крым это действительно такая вот туристическая мекка будущая и соответственно недвижимость там будет просто расти колоссально, когда туда придет Skyway. Сейчас там собственно много очень таких исторических архитектурных заповедников и очень серьезных кто верит по энергетике и так далее, там различные истории, различные легенды именно на крымской территории вы можете услышать. Я ни разу не был в Крыму, но собственно очень хочу побывать, вот скоро родители мои поедут туда отдыхать и я думаю, что они мне расскажут. Мы побываем обязательно уже на конференции, потому что нужно совмещать приятное с полезным, провести уже конференцию, благо там активистов, инвесторов очень много. И я, друзья, напоминаю, что мы всегда позиционируемся Skyway Capital не как успешный успех, не как чакры мантры, не как что вот что-то будет. Мы если говорим, говорим по конкретике, стараемся говорить по факту. То есть за этот период, огромный период, мой опыт уже, наверное, фактически 4,5 года скоро будет в проекте Skyway. И собственно всегда придерживаюсь такой стратегии говорить то, что свершилось, либо то, что не получилось, просто огромнейший потенциал был, допустим, про инвестицию многомиллионную. я рассказывал на прошлом вебинаре, когда именно вот руководитель финансовой группы, к сожалению, трагически в ходе продолжительной болезни погиб и все счета остались. Так случается, друзья, так действительно случается, это случается не только в кино и собственно многомиллионные инвестиции по этой причине не пришли в проект Skyway. Можете спросить лично у Франтишка, потому что мы с ним в команде все это готовили, он этот процесс начал, потом мы с Сергеем Анатольевичем подключились, потом все члены правления и соответственно этот процесс, я был уверен, что он действительно завершится, уменьшается, уже были подписаны все договора, но порой действительно вселенная и божий промысел наверное пока что что-то не готово для прихода таких крупных инвестиций, но я могу друзья сказать, что у нас рост наблюдается колоссальный и после 9 сентября в Ханой грандиозная конференция у нас пройдет, очень сожалею, что там не будут присутствовать, но Вьетнам уже дает серьезный приток, там будет просто бум, по-другому я не могу назвать, мы сейчас сосредотачиваемся именно на таких странах, мы сейчас сосредотачиваемся на конференциях, на обучениях и друзья, только факты, только логика, никакой теории, только деятельность, потому что превращая свою мысль в практику, как говорит Григорий Михайлович всегда Мирошенченко, естественно, если только будут мысли, не будет действия, то и результаты абсолютно не будет. Это логика и это стратегия развития проекта Skyway Capital и именно Skyway в плане Skyway Capital Skyway Capital это материнский фонд один из главных направлений, которые курирует лично головная компания по привлечению инвестиций, но курирует достаточно опосредованно, потому что здесь своя команда и собственно, как всегда Анатолий Эдуардович говорит, по ответственности он несет за инвестиции, это было не раз озвучено и на многих вебинарах, и на Экофесте также, но соответственно к деятельности Skyway Capital естественно Skyway Technologies отношения не имеет, то есть поддельная структура. Но как мы неоднократно слышали, что единственным гарантом совершится это или не совершится, единственным гарантом осуществления дивидендов или не осуществления дивидендов является Анатолий Эдуардович Юницкий и собственно я думаю, что вы помните, что неоднократно это было озвучено. То есть эти вопросы тоже задаются и я, друзья, рад и счастлив, что действительно такой стратег, инженер, экономист у руля и собственно стратегия ведется в правильном направлении. Иногда это получается интуитивно, но вот за период присутствия в проекте Skyway все получается достаточно успешно и стратегически выберенно и корректно. С чем могу и вас поздравить всех дорогие друзья. Ну вот такие вот новости по Крыму. Анатолий Эдуардович также присутствовал на встречах, потому что собственно были незначительные очень малое количество дней естественно для перезагрузки. Я знаю, как отдыхает Анатолий Эдуардович, то есть он отдыхает чертя уже новые концепты, естественно работает над общепланетным транспортным средством. То есть это отдых, это просто переключение с одной работы на другую, потому что время действительно очень сильно ограничено, потому что нам нужно всем успеть за эти многие десятилетия очень и очень много. И кстати вот в Арабских Эмиратах то, что будет строиться, я искренне надеюсь, что в скором времени мы увидим уже первые забитые так скажем колышки, первые установленные попоры, ну символично я думаю, что-то там будет, и вот это будет взрыв прессы, скорее всего, предположительно потенциально, лично на мой взгляд, соответственно, это будет для нас огромный инструментарий, и что я могу сказать, во многих городах России сейчас наблюдается такая тенденция, что те, кто инвестировали понемногу, никто не говорит, что вау, ты получишь через месяц тысячу процентов, либо ты там через год станешь миллионером, друзья, это все сказки, у нас венчурный проект, сложный, рисковый, но все же люди начинают инвестировать все больше и больше, понимая риски, осознавая, ну и осознавая, риски всегда сопряжены с потенциально высокой прибылью, это ни для кого не секрет, друзья, и, соответственно, естественно, не только уже европейцы, не только уже азиаты, вьетнамцы инвестируют такие вот серьезные суммы, но и россияне также просыпаются без адресной проекты, пока что у нас конкретики нет по России, что вот прямо сейчас запустится, то русские уже профессиональные инвесторы Skyway также просыпаются, и в инстаграме, кстати, очень жаль, что не получилось, мы будем активно включаться, активно рассказывать, привлекать внимание молодежи, потому что вообще кто будет ездить на транспорте Skyway, допустим, через 50 лет. Естественно, это те, кому сейчас 18, те, кому сейчас 20, 25, и они будут пользоваться этим проектом, они будут пользоваться этой технологией, но мы уже будем наблюдать со стороны, впереди или позади сиденья, и, собственно, порадоваться, что к этому мы сопричастны, и уже, так скажем, брякает дивиденд в нашем кармане ежеквартально, как это должно быть при всякой дивидендной политике. Должно быть, но проект пресковый, повторюсь, венчурный. Итак, друзья, переходим к, наверное, самой интересной части на сегодняшний вебинар, но я думаю, что и Пикрым был достаточно интересен, жаль, что нет фотографий, как начинался проект Сан-Бернандино и вообще каким образом мы все к этому пришли. Я не могу сказать на 100%, что этот проект вот, прямо вот 100% он будет реализован, но огромная вероятность, что этот проект действительно свершится, и мы надеялись в свое время на Австралию, на рода хукает его команду, но, собственно, жесткая зарегулированность именно инфраструктурного направления в Австралии, требования по сертификации, ну и, собственно, другие нюансы позволили немножко подсрочить реализацию проекта. Что касается Швейцарии, Сан-Бернандино, это уникальное место, друзья, вы увидите по фотографиям, и огромная благодарность за тем людям, которые мне пишут в социальные сети, продублируйте, если кто-то знает мои социальные сети, ВКонтакте лучше скайп не давать, потому что он меня очень сильно забит, Инстаграм, ну, собственно, там также достаточно много в личных сообщениях, преимущественно от информации, от иностранцев, кстати, я на них позиционируюсь, и, собственно, уже у нас появились активисты, кто готов у нас транслировать информацию и ввести историю, живую историю реализации проектов Сан-Бернандино, потому что проживается в Швейцарии недалеко от Сан-Бернандино. Это замечательно, это понадобится, когда, собственно, мы к этому подойдем. Начался проект Сан-Бернандино, друзья, еще, так скажем, очень много месяцев назад, в 2017 году, то есть примерно осенью произошло, ну, уже конец осени, произошло знакомство такое плотное Сергея Анатольевича с Юросом Мартенсом, и на одной из конференций это произошло, собственно, разговорились, буквально в тот же вечер произошла встреча с инициаторами адресного проекта, такая вот первичная, ну, буквально вскользь, познакомились и договорились встретиться уже в Европе, когда будет всем удобно, со всеми партнерами, и такая вот очень серьезная встреча, первая у нас прошла, друзья, в 2017 году, то есть, это был ноябрь, 18 ноября, если не ошибаюсь, в провинции, в Словакии, в местечке прекрасном Шалы произошла эта встреча, и мы все обсудили, обсуждали про блокчейн-механизм, тогда мы еще развивали именно платформу направления для Skyway, собственно, это партнерам нам очень понравилось, они увидели в этом огромнейший потенциал, хочу сказать, что так или иначе со Skyway либо без Skyway партнера, вот вы видите слева это Пшандер, это замечательный, мощнейший предприниматель, такая история у него очень интересная жизненная, думаю, что на одном из вебинаров, когда уже будем знакомиться с командой проекта, он нам ее поведает, но очень колоритная личность с очень большим предпринимательским опытом, соответственно, Дэниел, это партнер Шандера, видите, посередине в рубашке белой стоит с очками солнечными, и Золтан также, этот человек тоже мощнейший предприниматель по состоянию здоровья, не всегда он может присутствовать на встречах, но мысленно всегда с нами и всегда на связи, но я могу сказать, что вот Шандер и Дэниел это действительно такие движители этого проекта, и в ноябре произошла завязка этого проекта, собственно, зачем было долго ждать, потому что в декабре 2017 года произошла встреча уже в Сан-Бернандино в Альпах, вот вы видите прекрасные пейзажи, то есть, вот посмотрите, что за спинами находятся наших партнеров, здесь и архитектура находится, вот на фотографии слева, и представители коммунные, представители кантона, мэра здесь нет, собственно, очень такая серьезная компания, и интерес заключается к этому проекту в том, что это спортивно-туристическое рекреационное направление, то есть, огромная работа была проделана по получению концессии, то есть, это фактически, наверное, больше 8 лет работу проделывали наши партнеры, достигли результата, и, собственно, так совпали звезды, что и проект Skyway как раз-таки нашел точки соприкосновения с проектом San Bernardino, и у них задача стоит, естественно, создать такой реанимированный и очень модерновый, очень современный спортивно-туристический кластер, это сначала будет один спортивно-туристический кластер, далее, соответственно, будут связываться деревни, в перспективе это будут умные деревни, и далее мы уже хотим это все смасштабировать на скоростное направление, либо городское пассажирское направление до Милана, что примечательно, по этому проекту проходит недалеко трасса, по которой пассажиропоток два с половиной минимум по автомобилю в год ездит, ну и вы представьте, что мирового масштаба такая интересная технология появилась в Сан-Бернандино, я думаю, что это будет уже не два с половиной миллиона, а по пять-шесть миллионов, потому что вся Европа, я больше чем уверен, что вся Швейцария поедет прокатиться и спортивный туристический кластер задышит новой жизнью, собственно, что немаловажно, цены, я думаю, там понизятся, то есть будем уже давить и массовостью, и эксклюзивной массовостью, потому что, естественно, это будет такой и элитный отдых в том числе, и, что примечательно, друзья, это будет круглогодичный отдых, потому что это замечательно, когда в Альпах можно и покрутить педали, и, собственно, какой концепт будет согласован, это покажет время, либо просто использовать в качестве альтернативы фуникулеру, подъемнику, и такое решение тоже будет, потому что вот вы справа видите и справа на фотографии справа вы видите опоры, трассы горнолыжные, по которой перемещаться, по идее, должен фуникулер, ну, собственно, это идеальное событийное совпадение, что Skyway ложится в эту логику, и, собственно, вот вы видите встречу в декабре, когда произошла в очень теплой атмосфере презентация проекта, мы говорили про блокчейн, мы говорили и про сам адресный проект, и, собственно, здесь и партнеры, которые, опять же, разбираются и в блокчейн, в инфраструктуре, в Альпах, в Сан-Бернандино, замечательнейшие места, друзья, там есть устришные фермы, то есть нас угощали устрицами личного производства, там есть сырные производства, там, кстати, недалеко от этого будущего нашего курорта происходит разлив чистейшей минеральной воды, именно крупнейшей, такой, кажется, небольшим, но это очень серьезные поставки минеральной воды с Альпы, и вы видите справа это тоже действительно такой очень неординарный человек по мышлению, по логике, человек без одной руки, это мэр, соответственно, Сан-Бернандино, высший руководящий орган, можно сказать, то есть этот прорицательнейший человек, он сразу схватил идею Skyway и ожидал уже, что же мы предложим конкретно, на той презентации мы рассказывали, друзья, про концепты спортивно-туристического направления, то есть показывали картинки именно перемещения юнибайка в Альпах, такие вот концепты, ну, можно показывать концепт-кар, что там чуть ли не офис на колесах, чуть ли не спортивный эксклюзивный люксовый дом на колесах в каком-нибудь Мазерате, и мы, естественно, рассказывали про концепт сауны, про концепт отеля передвижного, концепт мгновенного перемещения, концепт мобильного персонального пространства, и, что приятно, это звучало не как какие-то сказки, а именно как футуристические концепты, которые восприняли абсолютно реальностью и спросили, действительно, как бы можно так сделать, ну, мы посмеялись, сказали, любой каприз за ваши деньги, как заказчиков, либо инициаторов адресового проекта, что примечательно, друзья, что Дэниел, Золтан и Шандер, они также будут инвестировать в маркетинг и, собственно, активное участие принимать не как сторонние наблюдатели, а как активные продвиженцы проекта и активисты с точки зрения финансовых вложений, в том числе, это немаловажно, потому что всегда задается вопрос, а что вы готовы сделать, и, естественно, после таких позиций я могу сказать, что мы были готовы уже переговорить, это в марте произошло с головной компанией, кстати, запомнил тоже этот день, потому что, наверное, тогда вектор произошел именно вот такого частичного смены направления, такие семена уже начали падать в экспериментальные отделы, появился именно появилось блокчейн направление, потому что я тогда пообщался, познакомился с айтишником, который сейчас является руководителем IT подразделения, талантливейший действительно парень, программист, и, собственно, он сейчас, я думаю, что один из тех, кто курирует блокчейн-разработку, и я запомнил этот день, потому что инженерам пришлось внезапно делать презентацию блокчейн-платформы, вообще, зачем блокчейн для Skyway, этот день для меня такой достаточно проницательный и особенный, благодарю Анатолию Эдуардовича за то, что подарил такие моменты по сознанию, и, собственно, что-то мы поменяли и в векторе развития блокчейн-направления на тот момент, но самое главное для проекта, вы видите, кстати, справа Павел Скобида стоит, это тот человек, который привнес все эти контакты по арабскому направлению, погромная благодарность ему за это, ну и не просто благодарность, он занимает серьезные позиции сейчас именно как представитель, главный представитель Skyway Technologies в арабском регионе, и это дипломат высокого уровня, собственно, наверное, другого результата невозможно было ожидать, когда имеются контакты, что наконец-то Анатолий Эдуардович сможет выйти уже после, наверное, 20 точек касания с арабским миром и не просто пообщаться, обсудить конкретику и прийти к конкретным договоренностям с людьми на уровне шейхов. И, собственно, вы видите, что Дэниел находится на этой встрече, Юрос, это наш активный движитель со стороны Skyway Capital, то есть менеджер проекта Сан-Бернандина со стороны Skyway Capital Юрос Мартан вообще тоже отдельно расскажет по себе сам Юрос, потому что наблюдается такой колоссальный рост, когда соприкасаешься вот с чем-то, как кто-то написал, что мы стоим на пороге начала чего-то нового, благополучного. Вот проект Сан-Бернандина это может быть рассвет в Skyway для Европы, потому что возле Сан-Бернандина, возле Швейцарии буквально два часа проехать и мы в Лихтенштейне, друзья. А в Лихтенштейне каждый год князь собирает, это наши юристы уже нам поведали, компания 100 Форбос и, собственно, там очень серьезная тусовка собирается и, собственно, я не исключаю того момента, что князь также захочет реализовывать проект Skyway на территории своего государства. Там очень заинтересованы в инновациях правитель и настанет время и с ним мы обязательно пообщаемся. Ну и вот, собственно, прошло время, друзья. это вот история действительно проекта San Bernardino для Skyway Capital, для Skyway и, собственно, мы уже представляли конкретную блокчейн-экономику, которую мы будем использовать при именно выстраивании маршрута в блокчейн-логике. Тут уже используется токен как услуга и, собственно, мы уже буквально там кратко 15-20 минут максимум все презентовали, но самое приятное, друзья, что мы говорили уже про то, что даже еще не видели, потому что тогда мы на Экотехнопарке не были. Мы говорили, что для вас создается новый транспорт и для вас создается, собственно, суперлегкая трасса, которую можно будет строить очень быстро, очень дешево по сравнению с существующими решениями в горной местности, то есть в труднодоступных регионах и в труднопроходимой для традиционной техники территории. И вот памятная фотография. Здесь уже, собственно, все договорились, все понимают, что надо двигаться. Вы видите наших юристов тоже. Слева стоят наши лихтенштейнские коллеги. То есть мы постоянно в соприкосновении, но сейчас держим паузу, так как блокчейн направление мы перейдем после того, как подготовим, защитим бизнес-план по головной компании. Для меня это будет точкой отсечения для начала блокчейн, всей активности именно по этому проекту. И, собственно, дай бог, дай бог все защитим, все пройдем. Ну, собственно, никогда не поздно учиться. Когда-то мы защищали курсовые, когда-то кто-то защищал диссертации, но вот сейчас будем защищать адресный проект. Я думаю, что все будет успешно, так как очень команда у нас мощная всех членов правления Skyway Capital. Но покажет время, друзья. В этом сейчас находится некий бюрократический момент, и это логично абсолютно последовательно, потому что сейчас вся фокусировка направлена на арабский проект, на арабский экотехнопарк, на арабские переговоры. И, собственно, мы максимально изо всех сил постараемся подготовить достойный документ. Ну и далее мы пройдем вот эту ступень, начнем двигаться дальше. Буквально на неделе мы подпишем письмо о намерениях именно уже от Skyway Capital с нашими инициаторами. То есть это, так скажем, та бумажка, которая на переговорах уже с инвесторами будет позволять Золотану, Шандеру, Дэниелу общаться по привлечению первичных каких-то сид инвестиций пассивных и уже двигаться по проекту. Повторюсь, они будут реализовывать в любом случае. Они будут реализовывать будет проект Skyway применяться в этом проекте или нет. Не хотелось бы упустить этого действительно золотого начального проекта для Европы, потому что потенциал огромнейший, друзья. Вот такая история. Поставьте минусы, действительно, кто думает, что с бухты-барахты этот проект у нас произошел, чтобы мы просто что-то там посмотрели, что-то выделили и я думаю, что вот такие красавцы Univind как раз-таки могут теоретически потенциально возможно рассекать по Сан-Бернандино и вы видите позади вот такая ниточка, это суперлегкая трасса буквально толщиной со смартфон. Это действительно намного дешевле, чем реализовывать, я уже не говорю про традиционные фуникулеры, друзья, но собственно, я буду наверное с точки зрения предпринимателя, менчурного предпринимателя и члена правления счастлив, когда этот проект реализуется и для нас всех откроется, я повторюсь, настоящий граиль. Мы эти проекты начнем реализовывать далее самые лучшие, самые прибыльные, так как команды инфраструктурных направлений у нас уже предварительная договоренность все сформированы и они только наращиваются, друзья, потому что естественно нельзя исключать, что краудинвестингом будет реализовываться проект, мы об этом всегда говорили и помните о том, что те структуры, которые мы сейчас выстраиваем, те, я бы не назвал даже структуры, я не назвал бы это сеть, это крупный системный бизнес, то есть считайте, вы устраиваете свою систему раз и на года, на десятилетие, на двадцатилетие покажет время, друзья, покажет развитие проекта, в этом собственно и заключается его венчурность. Но, друзья, вот таким образом уже выбиваюсь я из графика, выбиваюсь абсолютно из графика, потому что не стоит на час тридцать задерживать вебинар по юнилету, по сравнению его с традиционными самолетами, потому что этот вопрос задавали Сергей Анатольевич, я на него, за него отвечу и собственно вот эти вот инженерные характеристики нужно обязательно учитывать, потому что нельзя сравнивать, просто в разы отличается производительность расход топлива юнилета и традиционного самолета. Естественно, юнилет семейный намного перспективнее и намного более приятный в использовании, комфортный и естественно экономичный. Собственно, вот такой вебинар, друзья, сжатая информация, только факты, только новости. Я тоже мечтаю о таком яйце. Кстати, заметьте, что SkyTrend не реализовали этот концепт и собственно я видел такие чертежи, такие наброски еще в ранних публикациях Юницкого, вот он появился в железе, вот он появился уже в других материалах. Это действительно чудо, которое произошло так же меньше, чем за 6 месяцев, как и появился Unibike, или даже 3 месяца я уже и не помню. Это, на мой взгляд, вот как раз те персональные мобильные пространства, вот у нас есть персональный смартфон, то есть умное устройство, умные часы, кто-то пользуется часами, кто-то смартфонами, кто-то и тем, и тем, я люблю гаджеты и больше всего я ожидаю и люблю и хочу использовать в будущем всей душой и всем сердцем вот такие вот Uniex, Univind, собственно, кто как будет называть, это огромнейший рынок, в который мы все с вами, друзья, поинвестируем, хоть это венчурное рисковое направление. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу Мир Транснету. С вами Алексей Суходоев, до скорой встречи. Друзья, если есть вопросы, то можете задать буквально минуту, если нет, то я отключаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok